Во вторник 21 февраля в Химическом институте имени Бутырова Казанского Федерального Университета состоялся круглый стол к празднованию 23 февраля и дня вывода российских войск из Афганистана. Наше мероприятие посвящено Дню Защитника Отечества и 15 февраля, как известно, у нас День памяти воинов-интернационалистов. Сегодня мы собрали в зале ветеранов Афганистана для того, чтобы познакомиться с студентами и провести общение в виде круглого стола. В этот день в зале присутствовали не только студенты и преподаватели университета, но и ветераны Афгана, которые рассказали учащимся свои истории жизни и моменты переживания в эти тягостные годы. День вывода войск из Афганистана – это и праздник афганцев-ветеранов, и День памяти и скорби обо всех погибших в войнах-интернационалистах. Советские власти не очень охотно вспоминали о той войне, вероятно, поэтому праздник и не получил статус официального. Подобные встречи, проводимые в Казанском Федеральном, несомненно, формируют у молодого поколения не только истинную картину происходящего, но и пропагандируют патриотизм. Я считаю, что достаточно много студентов, которые неравнодушны к истории России, к истории своей страны, и здесь мы даем им возможность встретиться с теми людьми, которые непосредственно принимали участие в военных событиях. Главная цель – создание нашей организации, создание таких площадок, в которых можно как раз пообщаться с знаменитыми и уважаемыми людьми, и чтобы они ответили на вопросы молодого поколения. Как рассказывают сами ветераны Афганы, студенты с радостью приходят на подобные мероприятия и с интересом служат истории, да вспоминают тех, кто пал в эти тягостные годы. День защитника Отечества ежегодно отмечается в России 23 февраля, как всенародный праздник. Он берет свое начало в период существования Советского Союза, к тогдау праздник назывался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.